Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с вами передача «Популярная безопасность». Ее ведущий Сергей Шерстобитов. И сегодня мне помогает Татьяна Зайцева. Здравствуйте. Я рада представить нашего сегодняшнего гостя. Это Борис Симис, заместитель генерального директора компании Positive Technologies. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей и Татьяна. Здравствуйте. Борис, в наше неспокойное время. Расскажите, пожалуйста, как чувствует себя, по вашим оценкам, рынок информационной безопасности в целом и в части, особенно в части разработки программного обеспечения? Я думаю, по-разному. Есть несколько тенденций. С одной стороны, конечно, рынок растет, потому что тема становится все более и более востребованной. То есть, если там три года назад надо было, может быть, убеждать бизнес в том, что надо защищаться, то сейчас эта тема становится все более и более актуальной и понятна не только специалистам, но и в целом руководителям. С другой стороны, мы как разработчики, мы чувствуем тоже разноправленные тенденции. Мы компания российская, и в целом тренд на импортозамещение, он, конечно, полезен. Он полезен, полезен. Вы можете оценить качественно, что это для вас добавило? Самое главное для нас, условно говоря, дилемма или ситуация, в которой мы живем, в том, что если ты делаешь решение мирового уровня, то, к сожалению, на российском рынке ты свои затраты не отобьешь. А почему? С чем это связано? Ну как, российский рынок – это 3% от мирового IT-рынка. Если ты делаешь решение, которое может конкурировать с IBM или с Lidpacor, то они работают на 97% рынка, а ты на 3%. Просто маленькая доля. Поэтому, естественно, ты должен идти... И объемность российского рынка немножко другая. Да. Поэтому, естественно, ты должен идти за рубеж. И мы это там делаем, но, по сути, действительно, мы понимаем, что наши затраты на разработку, они российским рынком только-только покрываются, ну, может быть, прям еле-еле. Поэтому для нас даже большая задача – это не только работа с российским рынком, но и работа с иностранным рынком. С международным рынком. С Европой, США и так далее. Это очень важно для нас. Хотя, конечно, российский рынок для нас является определяющим. И не только с точки зрения заработка, но и с точки зрения того, что это родной рынок. И мы в России понимаем основные тренды, задачи заказчиков, что им нужно. То есть мы, по сути, всю компетенцию нашу получаем в России. Ну, а потребности, про которые вы говорите, потребности заказчиков в России и за рубежом, они сильно отличаются или нет? Вот вы как международная уже компания. Да, они отличаются во всех регионах. То есть не то, чтобы Россия там одна ситуация, а весь мир другой. Она ведь и разная. А заказчики в Штатах, в Европе, в Азии, на Ближнем Востоке и в России очень различные. У них свои тенденции. Где-то государство, например, вводит жесткие нормативы, где-то нет. Где-то больше тенденция к безопасности веб-приложений. Ну, потому что там у них вот такая среда и злоумышленников. И где-то телеком-компании, например, с точки зрения бизнеса, находятся на другом уровне развития. На другом? Они на более качественном уровне? Просто по-разному. Например, телекомы в Азии могут расти. Им важнее, быстрее расти, чем сохранять свои расходы. А в Европе они уже более стабильны. Нет, не только экономическая эффективность, сколько развитие технологий ради развития. Да. То есть, просто сам бизнес разный, и поэтому требования к безопасности тоже могут быть разными. Поэтому, в принципе, очень разные тенденции вообще везде. Плюс еще есть менталитет. Простите, перебью. Это такое, в некотором смысле, общее, наверное, описание ситуации на международных рынках. А для вас, непосредственно, как для разработчика софта, для компаний с российскими корнями, и компании российской, и по духу, и по капиталу, по всему, где вам легче работать за рубежом? Где работается, может быть, сложнее? Можем в таком ключе поговорить? Да. Я бы сказал так, что, по сути, мы компания уже международная, и за рубежом мы именно так воспринимаемся. И, в общем, я бы сказал так, что нам легче работается там, где нам получается доказать свою экспертность. Какие-то политические моменты, они на самом деле не вносят больших каких-то коррективов. Если у тебя хороший продукт, и ты можешь работать с локальной страной, то ты сможешь делать там бизнес. С точки зрения моего личного такого опыта, азиатский бизнес довольно, я считаю, непростой. Это может быть связано вообще в целом? Да, с менталитетом. Да. Ну, просто требования азиатских заказчиков, они в корне отличаются от европейских или американских. А можете привести пример, вот в чем разница? Пожалуйста. Вот у нас есть проекты в Южной Корее, и достаточно успешные, там Samsung, там Hyundai, наши заказчики. А у них такая традиция. Они покупают продукт, и тебе не платят первые три месяца. То есть они пробуют, я так понимаю, да? Но эти три месяца, они его тестируют, ну, так тщательно. Они исследуют весь функционал, который в нем есть, даже если он им не нужен. И любой малейший баг, это считается невозможной ситуацией. То есть у них требования к качеству, они просто высочайшие. Ни в Европе, ни в Штатах, ни в России таких требований нет. В этом даже есть какое-то такое самозабвение у них. То есть вот прям такое качество, ради качества. Как официальность. Вот. И в этом смысле там такие, ну, прям тяжелые проекты, я бы сказал так. Даже немцы, мне кажется, гораздо более лояльны к каким-то там ошибкам софта, условно говоря. Которые есть в любой программе. Да? Вот. Допустим, в Англии такие, там очень важно, собственно, общение с людьми. Англичанинам важно, чтобы к ним пришел англичанин. И прогресс был англичанин. И пристрел был англичанин. И саппор был англичанин. Ну, хотя, в принципе, как и французам, и немцам. В этом смысле бизнес в Европе тяжел, что каждая страна требует локализации. То есть это немалые затраты, получается. А для того, чтобы развивать свои продажи, рынки за рубежом, вы используете российские ресурсы? Или все-таки это зарубежные офисы и люди, которые сфокусированы ровно на своих рынках, на своих территориях? С точки зрения разработки у нас, в принципе, почти вся разработка это в России находится. У нас офисы Москва, Питер, Новосибирск, Нижний Новгород и вот сейчас Томск. С Томска вообще была интересная ситуация. В Томске был офис компании «Ф5» американской. Они его закрыли. Они его закрыли. Прямо по политическим причинам. То есть головной компанией «Ф5» было приказано офис закрыть. При этом все люди получили офисы на переезд в Калифорнию. То есть закрывая российские центры разработки, наши коллеги, соотечественники, которые работают на американские компании… Вынуждены уезжать, получается. И имеют отличную возможность уехать, если, конечно, они ждут этой возможности. Да, в данном случае, да. Они все получили оффер. И, в общем-то, мы когда об этом узнали, мы действовали довольно оперативно. И теряя минуты. Да, мы позвонили директору офису в Томске. Потом мы сделали такой трип, чтобы люди из Томска приехали сюда с нами, познакомились, сделали им предложение. Это прям целый борт? Вы перевозили? Нет, не всех. Там ключевых людей. Самых-самых? Нет, ну, там они сами решили, кто должен поехать, а потом остальным рассказать, что такое позитив. Я думаю, что, во-первых, мы дали людям альтернативу, потому что, по сути, приезжать не все хотели. И если ты одинокий молодой человек, может быть, тебе и романтично там съездить. Но если у тебя семья, то, по сути, это непростая история. Больше того, в позитиве работают люди, которые жили в Штатах лет 10, а потом вернулись в Россию. Чем удалось их замотивировать? Ну, несколько моментов. Во-первых, действительно, мы в позитиве можем дать людям возможность работать в компании, которая работает на мировых рынках, которая делает конкретные продукты. Людям очень важно видеть результаты труда. Второй момент, ну, конечно, с точки зрения климата Калифорнии и Томск, при всем и любви к Западной Сибири, она все-таки несравнима. Но, в общем, некая романтика работы в Штатах, она… Вы можете купаться немножко меньше. В теплых, в теплых, в теплых, в теплых. Романтика работы в Штатах, она сейчас не так очевидна. Там большие затраты на жилье, на страховки, особенно если у тебя семья. Это все, то есть, очень непросто. И в этом смысле мы дали людям некую альтернативу, что можно жить, так сказать, у себя и получать достойные деньги. И заниматься при этом хорошими, интересными проектами. Да, интересно, работают. Нам это очень интересно, потому что, во-первых, ребята очень профессиональные и прям работают по нашей тематике. Можно вопрос такой, вот у вас сейчас появилась команда людей, которые работали на крупноамериканскую компанию. С точки зрения культуры разработки, они как-то отличаются от нас с вами, ну, от традиционных российских разработчиков, может быть, от тех команд, которые сейчас работают с вами, имея в виду тех, кто занимается разработкой ваших продуктов? Ну, прежде всего, это высокопрофессиональные люди. Второй момент, вообще любая команда, которая вливается, она переносит свой какой-то дух, свой опыт. И это здорово, потому что ты можешь там крутиться в своем, вариться в своем соку, а тут у тебя приходят люди, у которых есть немножко другой опыт. Как свежая кровь, новые действия. Это здорово, это все очень хорошо. И мы ведь, вот наши руководители всех наших департаментов собеседовали ребят, и они все пошли в разные, может быть, там даже места. И это очень важно, я считаю, это здорово. Плюс очень немаловажно, что Томск ведь очень интересный город. Там из 600, по-моему, тысяч, там почти треть, это студенты. То есть это город такого вот студенческого бурления. Так это же новые кадры. Да, и наши новые сотрудники, они не только сотрудники теперь позитива, но они кто-то являет преподавателем, аспирантом. То есть они, собственно, активно участвуют в студенческом движении. И 90-то тоже интересно. Это же совершенно другая история, чем просто сотрудники. И мы поговорили о том, что офис есть в Томске и в Новосибирске. И все-таки ни одного офиса разработки, центра разработки за пределами Российской Федерации у вас сейчас нет. Будете ли вы смотреть в эту сторону? Будем. Больше того, у нас же есть эксперты единичные, которые, например, находятся в Италии, которые отвечают за определенные кусочки знаний, обострированных на данной территории. Потому что даже если взять любую тему, например, безопасность ОТП, СКАДа, в Европе есть свои производители локальные, и надо уметь работать с этими продуктами. Их больше, чем в России. Но в целом, конечно, нам важно иметь зарубежные части нашего R&D, потому что экспертиза за рубежом тоже другая. И чем больше мы ее впитаем, тем сильнее мы будем. То есть, если мы сделали проект в Инпликоме, например, а потом на базе этого опыта сделали проект в Дубаях, а потом на базе этого опыта сделали проект, где они в Штатах, а потом вернулись и сделали проект, где они в Ростелекоме, то всем от этого лучше. То есть, мы обогащаемся. Получается интересное комплексное решение. Ну, да. И то самое главное – опыт. Поэтому, да, мы идем в это направление. Мы в Западной Европе будем брать специалистов не только по продажам или по пресейлу, но и, собственно, исследователей и разработчиков. Борис, очень интересный опыт, синергия международных разработчиков. Ну, а о том, какое добавленное качество эта конструкция несет на российский рынок, мы с вами поговорим после небольшой рекламы. Спасибо большое. Оставайтесь с нами. И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Напоминаю, что с вами передача «Популярная безопасность». С вами я, ее ведущий Сергей Шерстобитов, и мне помогает Татьяна Зайцева. Здравствуйте. Я рада напомнить, что у нас в гостях сегодня Борис Семис, заместитель генерального директора компании Positive Technology. Борис, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. В самом начале нашей программы вы затронули тему необходимости, скажем так, компаний защищаться. У меня вопрос. Чаще всего, какие угрозы возникают и какие решения в этом случае более популярны? От чего защищаются вот компании? Мы работаем в основном с крупными компаниями, и у них очень сильна специфика их бизнеса. То есть телеком, банки и госструктура защищаются от разных вещей. Защита персональных данных, например. Смотрите, если взять там бизнес-процессов, дилинга. Если взять банки, то там головная боль – это попытки врастать денег из интернет-банков. Злоумышленники могут делать это с помощью внешних зломов, с помощью использования социальной инженерии, с помощью подкупа или участия внутренних сотрудников. Это целая история. Вообще есть целая индустрия. Вот такая теневая, она не малая. И у банков это, наверное, бизнес – это реальная проблема. Хорошо. А вот что мне делать как обывателю? У меня есть карты. Сейчас большинство расчетов смещается в сторону безналичных. Это нам понятно. Это тренд такой по всему миру. И что делать мне как обывателю, чтобы мои деньги остались в сохранности? Несколько моментов. Если вдруг банк сэкономил на безопасности. Смотрите, во-первых, надо понимать, что, к сожалению, вас реально могут взломать, что бы вы ни делали. Поэтому тут надо делать определенный метод, я называю, такой гигиеной, чтобы хотя бы либо ущерб минимизировать, либо обезопаситься от простых атак. Во-первых, если вы пользуетесь интернет-банком, то желательно с одного компьютера не ходить на банк и на какие-нибудь развлекательные сайты. Потому что, скорее всего, там вы подцепите какую-нибудь заразу, и потом ваш компьютер будет уязвим. То есть, это призыв к нашим зрителям, к представителям заказчиков, к руководителям этих компаний. Выделяйте, пожалуйста, отдельную машину для осуществления расчета с банком. Ну или в личной жизни. То есть, если у вас есть какой-нибудь ноутбук дома. Но старайтесь как-то все-таки с одного ноутбука не делать все операции. Второй момент – это, если вы платите в интернете карточкой, то лучше иметь какую-то базовую карту, где у вас хранятся ваши деньги, и делать виртуальные карты, где будет немного денег, вы ее засвестите в интернете и с нее будете платить. Если там что-то взломает, то там должен быть ограниченный счет. Счет будет не такой большой, каким мог бы быть. Это важно. Пользователям мобильных, особенно андроидов, к сожалению, вообще надо быть аккуратным. Легко подцепить трояна, который будет сидеть на вашем устройстве, будет перехватывать и одноразовые паралии и все такое. Тут правила, в общем-то, те же самые. Надо понимать реальность вот этих проблем. Если человек более технически подкован, то, конечно, надо понимать, что обязательно должен быть антивирус, это понятно. Надо обязательно обновлять весь софт, которым вы ходите в интернет. У вас есть браузер, там, Chrome, Explorer, обновляйте его, обязательно. Обновляйте операционную систему. И такие, в общем-то, простые правила, они уже дадут вам какой-то, считай, выигрыш. Существенным образом повыше. С точки зрения корпораций все хуже. Когда у вас десятки тысяч компьютеров, сложные системы, то, по сути, текущая практика такова, что если лет 10 назад строили такие системы, которые защищают, то сейчас общая тенденция, что это надо делать, но защитить 100% невозможно. В любой крупной компании уже есть кто-то внутри, который... Так или иначе, этими данными располагают. Поэтому важно иметь систему, которая выявляет... Это система поведенческого анализа, мы уже ближе к этой... Да, выявляют нарушителя, позволяют с ним бороться, потому что по нашей статистике годами может сидеть злоумышленник в сети компании, и его никто не видит. А какого рода решения все-таки вы предлагаете для того, чтобы выявить такого злоумышленника или не допустить неправомерных действий с его стороны? К сожалению, нет золотой пули. То есть, я считаю, нету... А серебряная? Да, хотя бы. Если по честному этому вопросу потаить, нету решения, которые ты поставил, и он прям ловит хакера. Это прям такая задача. Мы сейчас видим это с совокупностью решений и сервисов. То есть, можно расставить определенные коробочки, которые будут собирать там сетевую активность, журналы событий, действия пользователей, все это смотреть. Но еще нужны люди, которые будут это понимать, делать... Делать анализ, как-то оценивать, да, и в совокупности давать результаты. И это все такой прям непростой процесс, я считаю. Но, с другой стороны, для индустрии это некий челлендж, это, собственно, и вызов научиться это делать. Кто первым это сделает? Да, это интересно. И эта проблема, она и в России, и за рубежом. Здесь много инсинуаций. Многие говорят, да вот, наша коробочка всех поймает. Конечно, не поймает. Но хорошие решения могут упростить эту задачу, я бы сказал так. Но вы говорите про некоторые комплементарные решения сейчас, которые ваша компания, в частности, выводит на рынок. А какие из этих технологий, web application firewall, может быть, просто межсистевые экраны, по вашим ощущениям, наиболее востребованы или дают максимальный результат при использовании? Хороший вопрос. Я думаю, что, как и в жизни, 20% усилий может дать 80% результата. И мое мнение, что для больших компаний самое главное – это, в общем-то, не приобретение решений, а скорее наведение порядка. То есть, конечно, я могу сказать, что сейчас, по моему опыту, реально взламывают веб-сайты, и это прям тенденция. То есть, злоумышленнику хочется сломать какой-нибудь новостной сайт, а потом через него заражать всех посетителей. Или заразить сайт, а через него прыгнуть во внутрь компании. И, конечно, решения класса web application firewall, они прям востребованы, они нужны. Но с точки зрения вообще защиты от компании, мой опыт такой, что хотя бы наведение элементарного порядка на внешнем периметре, просто чего тебя тащит в интернет, насколько оно уязвимо. Что это за сервисы? Оно уже дает прям серьезный эффект. Мы говорим сейчас о некотором уровне зрелости рынка в целом, или IT-индустрии, или тех администраторов, которые работают с системами конкретных пользователей. Понятно, что у крупных организаций есть больше возможностей привлекать дорогих администраторов, которые знают, понимают системы, разбираются в них. А что делать компаниям не очень крупным? Среднему бизнесу, который есть в стране, у которого есть вычислительные ресурсы, сервера. Мы не будем называть их цодами, потому что все-таки это немножко другая история. Но что делать среднему бизнесу? Уровень квалификации обслуживающего персонала, в котором не такой высокий. Ну, я считаю, что среднему бизнесу в чем-то и проще. Когда у тебя не тысячи жилов, а сотни, когда, в общем-то, у тебя твоя инфраструктура... Ты не являешься мишенью номер один? А? Ты не являешься мишенью номер один? Нет, нет. У тебя прочая инфраструктура, она, может быть, не такая, более статична. Ты не вводишь каждый день какие-нибудь ERP-порталы в интернет, не делаешь какие-нибудь порталы госзакупок, меняешь их. Это целая жизнь. То, по сути, им важно... Есть тоже некая гигиена для компании, я считаю. Есть небольшое количество правил, которые даст вам драматическое какое-то усиление. То есть, ну, прежде всего... В чем просто? Мы же тоже бизнесы, да? Я ведь тут двояки, мы как и вендоры, но мы как та компания, которая защищается. В том числе. Да. И нам довольно, в принципе, легко можно сформулировать три вещи, которые нам важны для безопасности для бизнеса. То есть, в принципе, я должен сказать тебе, что мне важно от моей информационной безопасности. И когда я это скажу себе, я должен поставить четкие цели уже дальше. Потому что в большой компании сказать, чего для большой нефтьюрной компании с точки зрения безопасности важно, это непросто. А, скажите, обилку бизнесу это проще, и проще потом навести порядок вот в этой истории всей. А что вы конкретно, как один из лидеров рынка, предпринимаете для того, чтобы тот самый уровень зрелости по возможности поднимать? Слушайте, мы очень любим это делать. Так? Миссионеры? Да. Слушайте, ну... Евангелисты. Вообще, мы считаем, что это очень важная задача, и мы делаем все для этого. Ну, во-первых, мы пытаемся пропагандировать тему реальной безопасности настолько, насколько это вообще возможно. В чем тут проблема? Во-первых, очень многие люди, они не видели мира хакеров и не понимают, как оно живет. А не понимают, а не понимают, а трудно защититься. Чтобы эту проблему исправить, мы специально делаем наше ежегодное мероприятие, он называется, апостив хакдейс, там собирается по три тысячи человек, где мы как бы собираем талантливую молодежь, обладающую навыками, условно говоря, такого белого хакера. Это студенты, это эксперты, и они в реальной жизни прям вот тут сидят, изламывают там мобильные станции, банкоматы, промышленные системы. И, по сути, люди, отвечающие за защиту, приходят и видят основные тенденции, что могут делать злоумышленники. Насколько это можно сделать быстро. Да, это мероприятие для нас абсолютно убыточное, но мы считаем, что это наш вклад в некое информирование общества. Это одна история. Вторая история, мы очень плотно работаем с университетами, у нас есть программа Positive Education, где мы бесплатно обучаем преподавателей преподавать вот эту вот тему, связанную с реальной изученностью. Естественно, мы даем им и наши решения, у нас есть методика, чтобы они потом обучали студентов. Больше, по-моему, 40 вузов России включены в эту программу. Плюс мы делаем бесплатные вебинары на какие-то такие важные ключевые темы. Борис, простите, пожалуйста, а количество вузов 40, оно является ограниченным? Или, может быть, кому-то будет интересно и он сможет присоединиться? Конечно. У нас на сайте есть информация, у нас все время присоединяются новые вузы, и мы этому очень рады. Борис, к разговору про Positive Hack Days. Это же международное мероприятие? Да. Мы специально делаем так, чтобы туда приезжали и международные спикеры, и международные слушатели. Потому что очень важно, то есть в рамках одной страны ты как бы заразу не победишь. Важно понимать, как действуют твои соседи. И мы стараемся приглашать лучших спикеров, профессионалов в своей области, чтобы было какое-то обсуждение, диалог. Это очень важно. Плюс, собственно, команды вот этих вот, условно говоря, обилых хакеров, которые приближают со всего мира. Там Штаты, Европа, Китай, Япония, Северная Африка. Борис, спасибо большое. Вы такую интересную работу делаете, объединяя как хакеров, вытаскивая их с темной стороны Луны на белую, объединяя разработчиков и стремясь сохранить здесь научный потенциал. Уважаемые друзья, сегодня с вами была передача «Популярная безопасность». С нами в гостях был Борис Симис, заместитель генерального директора компании Positive Technologies. Программу ввели ее ведущий Сергей Шерстобитов и Татьяна Зайцева. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин